Я узнал у какого юнита будет ультимейт редкость, а именно у Титан Дрилмен 2.0, поэтому в этом видеоролике я тебе его покажу, но также расскажу всё про новое обновление, но тебе приятного просмотра. Ну и сейчас у вас на экране скрины, как я передал с прошлого конкурса Титана Клокмена, и поэтому в этом видеоролике я хочу снова разыграть одного Титана Клокмена, вы должны под этим видеороликом набрать 3000 лайкосиков, обязательно написать свой никнейм в комментариях, потому что я буду выдавать этого юнита по почте, это обязательно. Ну а также не забудь подписаться на мой канал с колокольчиком, если ты не подписан на мой канал, то ты просто не участвуешь в конкурсе, ну а также если ты не поставил лайк, то ты тоже не участвуешь в конкурсе. Ну а я вам всем желаю удачи выиграть! Хочешь приобрести робуксы? То тогда тебе на сайт rbxfail.io Тут самый выгодный курс, представьте, тут курс 1 рубль равен 1,5 робукса. Ну а если не хочешь покупать робуксы, то тогда участвуй в конкурсах в их группе ВКонтакте, а также в их дискорд сервере. Ну а по моему промокоду DUMBON ты сможешь получить 40 робуксов совершенно бесплатно. Ну а все ссылки на rbxfail в описании, а также в закрепленном комментарии. Ребята, всем привет и вы на канале DUMBON. Как вы знаете, у нас Тилантрик выпускал очень-очень много роликов, уже по-моему или 2 или 3 видеоролика по поводу нового ультимейт редкости и по поводу нового юнита. Ребята, смотрите, первый это у нас будет ультимейт редкость, это у нас самая будет крутая редкость в Толе Товердефансе. Он у нас уже сказал Тилантрик по поводу этого, то что это будет самая редкая редкость. Ну да, ребята, самая редкая редкость. И также у нас это будет самым крутым юнитом в Толе Товердефансе. Как его можно будет получить, это просто мы будем, ребята, заходить, точнее, проходить Endless режим, да, именно этот Endless режим, и вы обязательно должны попасть у нас в этот топ, и по истечению данного таймера ты сможешь себе получить, ребятки, знаете, что именно этого нового Titan Drillman 2.0. Это у нас сказал сам Тулатрик, то есть он у нас не будет за донат, он у нас не будет за монеты, его выбить никак нельзя будет, и получается он так сделает, чтобы больше людей играли в Endless режим, потому что большинство, ребят, у нас просто играет в обычный режим, в Nightmare и так далее, а Endless режим уже большинство никому не нужен. Знаете почему? Потому что у нас очень плохие юниты, да, там можно какие-то тактики использовать и всё в этом роде, но, к сожалению, мы дальше 105 волны пройти не сможем. Да, ребята, кому-то повезёт, кому-то не повезёт, возможно, есть какой-то баг, чтобы мы смогли пройти до большой волны, но, ребята, этот баг, знаете, только просто единицы, да-да, именно единицы. А дальше, что у нас будет по поводу обновления? Сам этот Titan Drillman 2.0, 100% у нас, ребята, будет уже в данном обновлении. Обновление у нас, возможно, уже будет завтра или послезавтра, у нас сам Тулатрик скрывает это обновление, не знаю, почему они его так долго-долго делают, но, возможно, у нас уже обновок будет завтра или послезавтра, но, ребята, как вы знаете, у нас уже скоро будет новая игра от Тулатрика. Да, ряд у нас же прямо на экране, он уже оповесил такой себе стрим, прямую трансляцию, то, что сегодня в 18.00 у него проходит стрим, и там, ребята, он будет делать новую игру, то есть уже создал новую игру. Это ряд у нас типа Murder Mystery 2.0, да, у нас, в принципе, есть такой Murder Mystery, и, ребятки, как вы знаете, у нас просто MM2, а это будет какой-то Murder Mystery, вообще, какие-то там эффекты красивые будут, красивые ножи, и всё в этом роде. Возможно, кому-то эта игра зайдёт, а, возможно, и нет, и не знаю, зачем у нас Тулатрик создаёт новую игру, когда эту игру он не может сделать крутые обновки, то есть он вообще никак не успевает с этими обновами, это очень странно. Ну, а также, что у нас теперь по поводу нового Титан Дрилмена? У нас будет два Титан Дрилмена, будет первая версия, и будет также вторая, и все эти два юнита у нас будут с мультивселенной. Да, это уже 100%, есть у нас, ребята, такие догадки, даже не догадки, уже можно сделать у нас по фактам, определиться, то есть у нас, это, как вы знаете, у нас есть такая же игра, то есть, смотрите, у нас есть две игры по скиппи-ди туалетам, именно Дефенс. Первая, это у нас Тойлет Товер Дефенс, это самая основная игра, и которая игра хайпует, это самое такое основное. А вторая игра, это у нас скиппи-ди туалет Дефенс, это у нас, ребята, две игры, таких уже более-менее, вот первая игра у нас уже прямо на хайпе, а вот вторая там 20-30 тысяч актива, и он постепенно растёт и растёт, это даже к лучшему. Скорее всего, ребята, он, возможно, даже совсем скоро, совсем-совсем-совсем скоро перегонит сам Тойлет Товер Дефенс. И смотрите, ребята, вот у нас есть два разработчика, ну, не два разработчика, а вообще разработчики этих игр, и, ребята, эти разработчики, они общаются, они, ребята, вместе создают эти игры, и, получается, они теперь сейчас сотрудничают. С чего я так взял, потому что, если вы сейчас зайдёте у нас в скипи-ди туалет Дефенс, вы сразу же поймёте по кое-какой карте, то есть, они сделали новую карту, и сразу же, может, там у нас на спавне есть в нашем Тойлет Товер Дефенс вот такая вот штука. И точь-точности есть у нас в Скипи-ди Товер Дефенс. Это вот такие вот, вот, просто такое два факта у нас есть, один факт, то, что у нас есть, ну, вот такая вот штучка, именно у нас на спавне, и в точь-точь такие же модельки, всё-всё, такие же ёлки, это у нас есть в самой игре Скипи-ди Товер Дефенс. Это самое такое основное, то, что у нас разработчики общаются и вместе как-либо сотрудничают. Возможно, это у нас на взаимовыгоде у нас. Также, что у нас теперь по поводу, у нас самого этого Титан Дрилмена 2.0. Смотрите, ребята, когда у нас Теландрик делал ролик по поводу этого Титан Дрилмена, и у нас буквально позавчера или позапозавчера у нас эта обнова выпустилась в Скипи-ди Товер Дефенс, и у нас выпустили новую карту. Это раз, три новых юнита, там какие-то камерамены, и также самый основной это Титан Дрилмен. И у нас Теландрик будет уже в этом обновлении выпускать этого Титан Дрилмена. То есть, ребят, смотрите, как я уже понял. Смотрите, первым они, короче, берут, выпускают в Скипи-ди Товер Дефенс обновление, потому что у них игра не на хайпе, такой онлайн там 20-15 тысяч, даже может по 30 тысяч онлайна быть. А в Товер Дефенс он 100% будет за 100 тысяч онлайна. И я уверен, что там, например, а давай вот выпустили пока что обнову, а потом через время. Потому что я уверен, что так и так у нас будет очень много онлайна, и все у нас будут покупать этого юнита. И вот так, ребят, я думаю, что такие мои догадки, то, что они просто на взаимовыгоде сейчас общаются, разрабатывают игры две, и всё в этом роде. Я думаю, тоже это очень прикольно, потому что если будет у нас больше разработчиков, больше идей, и больше, ребят, то у нас будет возможности юнитов, также у нас будет много режимов. И, скорее всего, ребят, у нас будет добавлен скоро PvP-мод. Потому что у нас Тилантрик говорил, говорил, ой, у нас будет PvP-мод, будет, 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 но, ребята, чего-то у нас его нету. Он говорит, что после Нового Года у нас будет PvP-мод, но в итоге он его не добавил. Не знаю почему, но, ребята, скорее всего, они просто не успевают. У них просто очень много идей насчёт новых обновлений, но они, к сожалению, не успевают. Они сейчас перерабатывают всех новых этих юнитов, вот просто всех-всех-всех, они скрипты перерабатывают, всё это перерабатывают, эффекты добавляют на атаку и так далее. Также у нас будет два новых Титана, именно апгрейдить Титан Камераменов у нас будет две штучки. Это Савка, апгрейд Тан Камерамен, и также у нас будет Эйсит, по-моему, Камерамен, который у нас будет стреляться кислотой. У вас они тоже перед экраном, вот такие два новых юнита у нас будут. Это такие самые основные, и, возможно, это у нас будут новые мифики. Это 100% они не будут у нас в эксклюзив-шопе, потому что в скриптах они не добавлены, как именно эксклюзивные юниты. Ну, а также у нас будет Титан Дрилмен, вот, ну, просто обычный Титан Дрилмен, он у нас будет за 600 робоксов, вот тоже, прямо перед экраном, он за 600 робоксов у нас данный юнит будет, за место, возможно, Титан Клокмена. Титан Клокмена, возможно, удалят, или просто у нас удалят Джекпак Мейс, или нет, возможно, Касал уже удалят. Вот не знаю, что у нас, короче, удалят Возможно, даже спикеры, пара дрончиков у нас удалят И добавят вот этого Титан Дрилмена Не знаю, как он будет работать, но Смотрите, у нас в Вот с КБД Товер Дефенс У нас Дрилмен работает как? Там у него тоже есть Способность, юзаешь, и он просто берет И вот так вот бьет, и просто Ребята по радиусу бьет, и это Красиво они сделали, и возможно Также у нас это будет вот с этими Юнитами именно в туалет Товер Дефенс Возможно, у нас будет реально офигенная обнова Возможно, у нас будут также бесплатные юниты И много-много чего интересного У нас также будет нововведение в Тренинг Плази, это тоже прикольно У нас разработчики уже очень-очень много раз Уже обещали это сделать, и в итоге они Скорее всего это сделают, и обнова уже Совсем-совсем скоро у нас будет Ну и вот такой видеоролик вышел, если понравится Видеоролик, ставь лайкосик и подписочка на мой Канал, ну а если ты узнал много чего Интересного с этого видеоролика и Познавательного для тебя, то просто Поставь лайкосик и подпишись на канал Ну а теперь всем удачных выходных Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok